Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о еще одном художественном светофильтре от Walking Way, который называется Slim Star Filter, или звездно-лучевой фильтр. По комплектации у нас, опять же, классика, картонная коробочка, жесткий кейс и сам фильтр. Претензий к качеству изготовления у меня нет, оправа выполнена из хорошего металла, конструкция по классике, основа фильтра вворачивается в резьбу вашего объектива или переходного кольца, и вторая половинка, под которой расположены такие тоненькие, как ниточки, вот эти как раз полосы, которые дают нам те самые блики от источников света в кадре, их может быть 4, 6 или 8, по крайней мере, у Walking Way. Они могут вращаться вокруг своей оси для того, чтобы менять направление вот этих самых бликов. Данный светофильтр для меня был определенного рода открытием, потому что я всегда думал, что их используют для получения лучей от источников света в кадре, чтобы не закрывать диафрагму, а снимать на открытии диафрагме, и чтобы все равно эти лучики были. И где-то лет 6-7 назад я покупал себе такой фильтр, игрался с ним, но потом кому-то задарил вместе с объективом при продаже. И когда на стриме я эти фильтры распаковал, то мой друг и подписчик Саша рассказал мне, что эти фильтры очень любят фэшн-фотографы, которые снимают там различные платья такие блестящие, различные какие-то украшения. В общем, в фэшне и в гламуре эти фильтры активно применяются. И действительно, он мне скинул пример, и я сам полез гуглить, и нашел много примеров, где при съемке, ну, при фотосъемке эти фильтры применяются при виде съемки клипов и различных коротких роликов. Но основная фишка в том, что свет должен быть жестким. То есть, если свет мягкий, то, например, вот эти вот блестюшки на платье, они так играть не будут, а вот именно с применением жесткого света они будут давать вам характерный вот этот эффект, который выглядит, в принципе, довольно интересно. К сожалению, фэшн и различный гламур я не снимаю, поэтому я его тестил в обычных своих вот съемочных условиях. То есть, просто какие-то прогулки на улице, просто какие-то шоты для обзоров, что-то такое. И в обычных ситуациях, то есть, будь то пейзаж на улице или видеосъемка, эффект мне не особо-то и понравился. То есть, если нет каких-то мелких огней, и вам не нужно вот какой-то эффект такой создать, то применять его, как по мне, бессмысленно. А вот при обзоре каких-то девайсов, особенно если эти девайсы, например, положить там в гирлянду, или же снимать вот прям рядом с гирляндой. Особенно если вы будете снимать со слайдера, у вас будет какая-то проводочка, гирлянды эти будут мерцать, давая вам вот такие вот интересные перекрестные блики. В общем, выглядит прикольно, и обычные стандартные скучные шоты этим эффектом вполне можно приемлемо разбавить. Само собой, от контровых источников света у нас появляются переотражения, потому что две стекляшки находятся в фильтре. Но очень приятно удивил тот факт, что нет никакого падения детализации. То есть я сделал тесты фото в RAW на Sony A7 III, сравнил с фильтром и без фильтра, и падения детализации нет вообще никакого. То есть если сравнить с тем же Colorful Starlight от Walking Way, то разница просто космическая. По итогу, я думаю, все уже поняли, кому подойдет данный светофильтр. Ценник на данный момент на Алиэкспресс у него за 82 резьбу, в районе 700 рублей. Это приемлемая цена для такого фильтра, чтобы поиграться на подобного рода съемках. Ссылочку на него на Алиэкспресс я оставлю вам в описании. Ну а на сегодня у меня все. Всем пока. Увидимся.